Шесть перерывов и попытка дать отвод судье. В Харькове избирают меру пресечения для Геннадия Дронова, водителя фольксвагена, в который врезалась Елена Зайцева. Заседание продолжается целый день. Светлана Шекера следит за этим процессом. Ей слово. За полчаса до заседания зал суда заполнен людьми. Подозреваемый Геннадий Дронов заходит с адвокатом. Прокурор зачитывает обвинение. По данным следствия, Дронов начал движение на желтый свет и даже не пытался тормозить, когда на него справа летел Лексус. Перед началом движения Дронов не доказал о безопасности своих действий, проявил неуваженность, своёчасно не выявил небезопасности в выгляде автомобиля Лексус. Наследок чего осталось заткнение автомобилей. Прокурор просит арестовать Дронова. Дескать, он может влиять на свидетеля, девушку, которая была в машине в момент аварии, имитировать болезнь или вообще скрыться. Материальное установление подозреваемого позволяет внести значную сумму заставы. То в дальнейшем привнесении заставы может привести до негативных наследов. А именно то, что подозреваемый будет переховываться от органов досудового расследования. Защитник Дронова подаёт два диска, на которых видео с камер наблюдения и стопку бумаг, распечатки карт, госстандарты работы светофоров. Показывает справки о том, что Дронов болен, у него пожилая мать и просит выслушать свидетеля, девушку, которая была в салоне Фольксвагена. Про допит этого свидетеля явка забезпечена, для того, чтобы и осознать, что будет действовать на этот свидетель. Судья Наталья Ефименко заслушивать свидетеля отказывается. Тогда защитники подозреваемого заявляют об отводе судьи. Но её оставляют. Адвокат пытается доказать, что Лексус ехал со скоростью более 107 км в час и видеть его дронов не мог. Спустя 6 часов судья отправляется на очередной перерыв. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.